Ребята, всем привет, с вами Макс Калал, Red Group. Сегодня у нас выпуск исключительно для новичков, для тех людей, кто не умеет делать посадку и в принципе не умеет, наверное, или те, кто умеет делать посадку, да, но те, кто не умеет устанавливать CMS на хостинг и так далее. Сегодня тема видео – это установка WordPress. Я буду показывать, например, WordPress, но это подходит для других CMS тоже. То есть CMS – это система управления контентом, соответственно, на хостинг, на FTP и так далее. Поэтому это исключительно такой ролик для новичков, для тех, кто вообще не понимает, как это делается. И поисковой трафик по этому запросу большой, поэтому я снимаю видео на эту тему. И я думаю, вам будет это тоже суперполезно. И напоминаю, ребят, когда набираем 1000 подписчиков, я проживаю первый прямой эфир, где отвечаю на ваши вопросы, делюсь своим мнением и разбираем ваши верстки, ваши работы, ваши проекты. Мне кажется, это будет суперполезно и круто. Кстати, огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за регистрацию в нашем проекте HTMLSons.ru. У нас пошли в гору регистрации, у нас пошли оплаты подписок. Если еще не оплатили подписку или не зарегистрировались, просто бесплатно не обучились, то переходите по ссылочке в описании HTMLSons.ru. Крутой проект, я его сам делал, и в принципе в нем, кроме меня, никто не участвовал из разработчиков. Да, это тяжело, но сейчас пока что вот так, потом уже будут другие разработчики. Кстати, еще если вы умеете писать круто статьи, там, писать контент, то пишите нам на почту info.sobako.sons.ru, либо в форум обратной связи на сайте, и мы вас можем взять на работу, будете писать там статьи, контент и так далее. Вот, все объясним, расскажем и так далее. Так, начинаем. Я буду показывать на примере хостинга Biget. Это хостинг, сервера, здесь есть VPS и так далее. Потому что за долгое время я использовал разные системы. Изначально это был TimeWeb. Ну, я рассказывал всю свою историю, 7-летний опыт, да. Сначала это был TimeWeb, потом это был, я даже не знаю, MacHost, да, что-то такое. Еще что-то было. И, ну, короче, спустя какие-то пробы и ошибки у нас потом своя студия появилась, ну, веб-студия, да, Red Studio, в которой мы разрабатываем сайты на заказ. Потом там появилось то еще. Ну вот, и, собственно, мы, что, ну, как мы приняли решение, да, какой вообще использовать хостинг. Мы просто пробовали на каких-то там ошибках, учились и так далее. И в итоге нам нужно было найти тот хостинг, который будет относительно нерусский, потому что Biget является, я так понимаю, основой его не в России, а в Европе. Ну, или, в частности, у них сервера находится в Европе. Это был важный момент, чтобы ничего не случалось с сайтами, чтобы их не блокировали и так далее. Также, чтобы он был надежный, чтобы была адекватная цена, чтобы адекватна была поддержка. Это, наверное, основные моменты, которые я сейчас вспомнил. И, собственно, выбрали Biget. Плюс у них там партнерская система хорошая. Мы для своих клиентов рекомендовали их сайт. И получился такой-то процент, да. Я ссылочку оставлю в описании. Если хотите, можете зарегистрироваться по моей ссылке. Точнее, по нашей ссылке, да, Red Studio. Там будет один месяц бесплатно. Вот. Но это уже такое дополнительное. Можете не регистрироваться. Это, в принципе, уже ваше дело. Я буду показывать на примере этого хостинга. Итак. На самом деле все очень просто. Но я покажу также и в ручном режиме установки, потому что, как вы сейчас видите, у меня страница системы управления контентом. На каждом хостинге есть страничка, которая позволит вам установить ту или иную CMS-систему. Без всяких трудностей и так далее. У вас будет примерно такой же каталог CMS-систем. Выбираете WordPress. Указывается здесь там сайт для установки, логин, администратора, пароль, email и описание сайта. И настройку баз данных. Можете это указать. И, в принципе, все. У вас все заработает. Но давайте перейдем в официальный сайт WordPress и параллельно буду рассказывать. Но в чем проблема? Такой панельки, и она не во всех хостингах есть. В большинстве случаев вы получаете... То есть это легкий способ, да, сразу же. Зашли в свой хостинг, ввели там логин, пароль, зашли в каталог, установка там CMS, зашли в каталог, выбрали нужную CMS, выбрали папку, логин, пароль указали. Может, их баз данных тоже, но он обычно автоматически генерируется. И, в принципе, все. Вы нажимаете «Установить», и хостинг сам за вас все устанавливает. Это облегченный способ, но он крутой, безусловно, да, для тех, кто вообще не шарит, взяли, установили и так далее. Но вам также пригодится второй способ. Это способ, который мануальный, да, в ручном режиме. Сейчас я вам расскажу, как это все делается. Во-первых, нам нужно что сделать? Скачать WordPress. Либо другой CMS, да, которую вам нужно скачать. Скачать WordPress. Скачать, да. У нас русская версия. Давайте скачаем. Окей. Мы скачали WordPress. После этого что нам нужно сделать? Нам нужно перейти по FTP данным, да. Соответственно, как это сделать? Вам на почту придет, скорее всего, после регистрации. Я вам не могу показать, потому что у меня нет лишнего аккаунта, да. Есть только аккаунты клиентов, вот. И вам на почту после регистрации придет сообщение, где будет указан ваш логин, пароль, ваши FTP данные. Там будет что указано. Если мы перейдем в FTP клиент, я использую FileZilla. В принципе, его все используют. Вверху у нас есть хост, у нас есть юзернейм и есть пассворт. Ну, порт можно не писать, но обычно он 21 для FTP и 22 для SFTP. Пишите хост, юзернейм. Если вы используете biget, то хост является юзернеймом плюс, то есть условно у вас юзернейм, допустим, redgroup, да. Соответственно, хост будет redgroup.biget.tech. Вот такой будет хост, то есть прибавляйте просто biget.tech. И пароль. После этого нажимаете quick connect и подключаете к базе данных. Ой, прошу прощения, к файловой системе, да, к FTP. Я сейчас подключусь, собственно, и вернусь к вам. Так, ребят, собственно, после этого я открыл уже FTP. У нас есть архивчик с WordPress, нажимаем на него и открываем. Здесь папка WordPress, в нее входим. И здесь есть другие папки файлов. Include, Content, Admin и так далее. Я это не буду разбирать, потому что это отдельно разбиралось в плейлисте по WordPress. Если вам интересно, как делать посадка на WordPress, то у нас есть отдельный плейлист, уже законченный, кстати. И всем очень понравился, поэтому если хотите научиться брать верстку и садить ее на CMS-систему WordPress, то этот курс, бесплатный курс для вас. Поэтому переходите и смотрите, что там получилось. Собственно, что нам нужно сделать? Просто берем файлы и копируем в корневую директорию. Закидываем в корневую директорию. После этого сейчас оно все скопируется. Здесь достаточно долго это все будет делаться. Да, вот у меня там 1940 файлов. Как все это у меня сделается, я, собственно, продолжу видео. Так, ребят, ну и, собственно, после этого, как вы скинули все файлы, у вас закончилась передача. Кстати, есть здесь прикольная фишка у FileZilla. Если я сейчас вспомню, то я вам покажу. Очень крутая тема для того, чтобы ускорить этот процесс весь. Так, сейчас, сейчас, FTP. Так, трансфер. Секундочку. Короче, есть раздел, в котором указывается, вот, то есть, трансферс. Переходим и максимум трансферов указываем 10, то есть, максимальное число. И тем самым оно будет сразу перекидывать не, ну, я не помню, как там по дефолту, такое значение, да, но сразу будет по 10 файлов перекидывать. Это очень ускоряет момент и, в принципе, прогресс. Итак, после того, как все скинули, окей, переходим на сайт. У нас появляется такое окошко. Добро пожаловать, прежде чем мы начнем подриваться информация о базе данных, вот что у меня хотелось сделать. Там имя баз данных, нужно пароль, хост, префикс таблицы, если вы хотите запустить более чем один WordPress. Так, здесь мы используем, чтобы создать файл там, понятно, в текстовом редакторе. Окей, нажимаем вперед. После этого нужно ввести имя баз данных, имя пользователя, пароль, сервер. В большинстве случаев в сервер мы оставляем localhost, потому что у вас располагается баз данных там же, где и сайт. Префикс мы оставляем vp, но можете поменять свой префикс, но обычно делается vp для того, чтобы не было конфликтов с плагинами и так далее. Пишем имя bd, пользователя и пароль. Сейчас я это быстренько укажу, создам баз данных и мы опять же продолжим. Для того, чтобы создать баз данных, вам нужно перейти в хостинг, в хостинг, да, и здесь у вас есть MySQL баз данных, там создаете баз данных. Так, ребят, собственно, создал баз данных, у нас RedWebTest и TestRedGroup123, это пароль. Копируем, вставляем пароль сразу же, и что касаемо имени и имя баз данных, имя пользователя, оно, в принципе, одинаковое. После этого нажимаем отправить, вот, кстати, покажу вам в соседнем окне, это наша баз данных, она пока что пустая, да, если мы обновим страничку, то она будет, в принципе, пустая. Нажимаем отправить. Все, в порядке, вы спеши прошли установку, можете подключить к вашей баз данных, если вы готовы, пришло время, запустите установку. Запускаем установку, теперь нам требуется ввести название сайта, я веду TestRedGroup, имя пользователя, да, допустим, админ и пароль, не знаю, там, пусть будет тоже админ. Можно разрешить используем слабого пароля, если вам это требуется, но я не рекомендую, и рекомендую делать более сложный пароль. Ваш имейл, да, там, так. Ну, я веду какой-нибудь имейл, просто пусть будет. Видимость для поисковых систем, если вы разрабатываете сайт и еще не готовы, чтобы поисковая система его видела, да, это очень важно для того, чтобы, ну, доделать сайт, да, сделать его, привести его к продакшн-виду, то нажимаем галочку, и тем самым сайт не будет ранжироваться в поисковых системах. И нажимаем установить WordPress. После этого ожидаем какое-то время, и WordPress успешно установлен, нажимаем войти. Вводим админ и админ. Можно запомнить, меня можно не запоминать и так далее. И заходим. Все, отлично, мы зашли. WordPress, в принципе, можем перейти на главную страницу, посмотреть. Вот он, WordPress, абсолютно новенький, чистенький, только с печи. Обновляем вас данных и видим, что у нас появились таблицы, да, WP, Content Meta, там, и так далее. Можно зайти WP Post, и тут будут уже какие-то посты определенные. Вот. В принципе, наверное, все на этом, да. Вот как-то WP, вот они, эти префиксы, да, про которые я вам говорил. Как-то так, ребята, обстоит установка WordPress на хостинг. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Опять же, если хотите все максимально упрощенно, то можете через наш хостинг сделать, можете через другой хостинг сделать и так далее. Надеюсь, видео было реально полезно. Если вы интересовались именно вот этим вопросом, то я надеюсь, я на него ответил. Огромное спасибо, ребят, за просмотр. Набираем 1000 подписчиков и проводим первый прямой эфир. Также, если хотите поддержать, переходите на сайт www.chimolos.ru и изучайте курсы, смотрите, может быть, вам будет полезно. С вами был Макс, канал Red Group. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok